Приветствую вас, друзья. Я обещал снять такую линейку роликов по информации, умение брать информацию, умение пользоваться информацией. Ну вот решил с чего-то начинать. А начну, как обычно, издалека. Мне иногда пишут в личку, ну скажем так, чтобы я озвучил свое мнение о том или ином представителе каких-то единоборств. Я понимаю, для чего это делается. То есть, видимо, у человека сложилось какое-то негативное отношение к этому единоборству, к этому человеку, который это единоборство демонстрирует. И он ищет у меня поддержки, то есть подтверждение своих слов. Так вот, я вам сразу скажу, этого не будет. Гомнописателей без меня хватает в интернете. Я не занимаюсь этим. Если мне человек неинтересен, единоборство неинтересно, еще что-то неинтересно. Я не хожу по форумам, нигде ничего не пишу, не выплескиваю из себя то, чем переполнен. Пусть это будет моей тайной. Я не мониторю, мне эти люди неинтересны. Мне интересно, как они одеваются, в камуфляже, не в камуфляже. Я не засираю себе этим сознанием, не запускаю эти бумеранги. Вот, это один момент. А второй момент, самый главный, о чем я вам хочу сказать. Я не смотрю на людей с позиции скепсиса и критики. Тем более, если мне незнакомо, я не тренировался в этой системе, я не общался, ни я не видел. Может, я не все понимаю, может, мне не все показали, может, я не все знаю. Ну, наверняка. И делать скоропалительные выводы я не буду. А если я вижу откровенно слабого человека в той области, где я разбираюсь, ну, как бы, ну, считаю, что немножко разбираюсь, я на него не смотрю с позиции скриптики, а я бы так сказал, а я вот бы вот так сделал, я смотрю на него с позиции информации. То есть, если он показывает что-то очень плохо, но я могу это использовать на уровне идей и сделать, и воспользовавшись его идеей, допустим, сделать это лучше, если это мне дано. Вот почему нет? На уровне концепции можно взять. Если там вообще нечего брать, то они мне не нужны. Мне нравится бокс, я смотрю бокс, мне не нравится балет, я не смотрю балет. Я не мониторю их, зачем они нужны? Ну, попадаются, попадаются, делаешь свои выводы. Говорят, люди из других единоборств, там, где я, ну, не могу что-то взять, не мои техники, да, там совершенно другие движки, все совершенно это. Я не смотрю, я, если их смотрю, я их рассматриваю с позиции потенциальных противников. Тебе где-то на улице может попасться какой-то человек, который владеет вот такими вот видами. Я вам приведу маленький пример, тоже с позиции вот брать информацию. Буквально сегодня выложил видео, где Хуберт Лайнин, там, ну, промо-видео, скажем так, небольшое, с Хубертом Лайнин. Вот, и один человек тут же подписал, что раньше он у меня на канале, смотрел с удовольствием ролики по системе кадрочников, а сейчас ему показывают какое-то извращение. Давайте посмотрим, а что за извращение ему показали. Значит, по договоренности с Хубертом Лайнином я сделал промо-ролик, частично освещающий его семинар по Матабарю в Одессе для его страницы в Фейсбук. А так как ролик уже сделан, и он несет некую информативную часть в том числе, я выложил его у себя на Ютубе по открытой ссылке, чтобы его могли посмотреть все. И кому-то интересно, кому-то интересно, кто-то что-то сможет взять, а кто-то что-то не сможет взять. А теперь пойдем дальше. А кто такой Хуберт Лайнин? Хуберт Лайнин, он в прошлом двукратный чемпион мира по ката. Я не помню, семи- или восьмикратный чемпион Европы по кикбоксингу. На сегодняшний день обладатель от первого до девятого данного разных единоборств. Официальный представитель от Окинавы в Европе по Матабарю, в котором он имеет восьмой дан, и вот с этим Матабарю он приехал с семинаром в Одессе, и мне разрешили там съемку. Вот и все. Какие извращения. Вам не нравится? Не смотрите, вы не единственный человек на планете. Там Матабарю очень серьезно похожа по своим принципам на систему Кадочникова. Я смотрю на Матабарю, я вижу там элементы системы Кадочникова и принципы системы Кадочникова. Хуберт Лайнин мне говорил, что он смотрит на меня и он видит Матабарю. То есть чисто окинавское единоборство заточенное. Он говорит, у нас нету соревнований, этих ребят не найдете там на восьмиугольниках или еще где-то. Он озвучивает такие слова, как физика, выживание и так далее. То есть нету никаких соревнований. Как дед говорил, в бою все средства хороши. Все, что хорошо в бою, все хорошо и для нас, а в бою все средства хороши. То же самое мы видим в этом Матабарю. Только там ребята бьют еще так, что мама не горюй. Они руками бьют так, как многие из нас ногой ударить не могут. И при этом они сокращают дистанцию в два с половиной метра с ударом. Причем сумасшедшим ударом. Ну ты глазом не успеваешь моргнуть. А удары идут поражающие. В горло, там другие части тела. Там в висок, допустим, в бороду. То есть там они бьют не просто так. Они бьют с целью убивать. Хуберт говорит, если бы Матабарю вот с него сделать соревнования, 90% техник были бы запрещены. И вот это мы называем все безобразием. Да вы посмотрите, как он двигается. А вам сколько раз говорилось и показывалось, освобождайте место противнику. Поворачивайте таз на свою атаку. Нос вас может смотреть куда угодно. Таз должен смотреть на противника. Посмотрите, как он это делает. Какая культура движения. Начинается с его перемещения. Он показывает, как он, блин, в толпе двигается. Мы можем это взять? Да бесспорно. Мы можем... Посмотрите на ноги, посмотрите на таз. Мы такие великие, единственные в мире, что нам уже это все неинтересно, бойцы других направлений. Посмотрите на него, как на противника. Вам на улице попадется такой противник и задайте себе вопрос, а что я смогу ему противопоставить? Какие инструменты и рычаги воздействия у меня есть противодействовать этим техникам? Вот и все. Так что, ребята, на все смотрите с позиции... Нужна информация. Я беру информацию, я учусь. Начните учиться. Там, где появляется скепсис, там, где появляется какой-то... Пропадает информация. Вы уже не берете ее. Как один там, как-то мне написал, я смотрел там на этого Мартыненко, увидел там бесконтактный бой, мне стало неинтересно, я дальше смотреть не стал. Ну и молодец ты, прошел мимо огромного пласта информации. А если бы ты спросил у этого самого пресловутого Мартыненко, показывал бесконтактный бой, или нет, тебе бы объяснились позиции физики, механики, физиологии, психологии, каждое действие. Где там есть обман нервной системы, захват сознания человека и так далее. То есть там показываются вполне рабочие вещи, которые, блин, работают, а не какие-то там энергетики и все такое прочее. То есть вот как люди отказываются получать информацию, проходят мимо нее. А там, где не хватает информации, там начинаются искажения, испорченный телефон откуда берется. Мы додумываем то, что мы не знаем. Нам не хватает знаний, не хватает информации, но у нас есть какое-то свое мнение, которое построено на тех источниках информации, которые нам были доступны, которые мы пользуемся. И мы свое мнение озвучиваем, как, блин, какое единственное правильное. А на самом деле, блин, оно искажено. И вот вам испорченный телефон на ровном месте. А ее примеров тьма тьмущая, когда человек не владеет знаниями, ему не хватает, грубо говоря, информации. Да, вон, возьмите, например, фильм, ну, полно в этом, его сейчас в интернете. Летчик в рукопашном бою против, после приземления в двух частях. И там есть такой сюжет, где Алексей Алексеевич идет, как бы, там, с человеком в каком-то, в какой-то зеленой зоне, там, парк или еще что-то. И они беседуют. И разговор идет о том, что, ну, как обучать, там, это, там, за сколько человека можно обучить. А перед этим шел разговор о выживании человека, там, в каких-то условиях. Когда он сбитый, он должен выживать, там, в лесных, горных условиях, там, где он оказался. И кадрочник говорит, ну, так вот, как бы, по-быстрому мы можем за месяц научить человека. А более конкретно, более качественно, ну, там, сроки должны быть более-больше. Как потом озвучено это было в фильме? В констеркции такого, что рукопашника бойца готовят, не выживальщика, а рукопашника бойца готовят в течение месяца. То есть, если бы тот человек, который брал интервью, владел бы вопросом, такого бы искажения бы не было. И в фильме, между прочим, Министерство обороны СССР, по-моему. И вот на каких уровнях уже начинаются эти телефоны. Откуда? Человек не владеет информацией, человек не понимает информацию, человеку не хватает знаний в той или иной области. И он их подменяет своим мнением, или еще там какими-то своими стереотипами, своим прошлым опытом. А это не всегда может быть правильно. Так что, ребята, начинаем брать информацию, дополнительные ролики, по этому поводу, конечно, буду подснимать. И слово информация, наверное, станет паразитирующим, и будет очень часто повторяться. Удачи нам! Удачи вам всем! Занимайтесь! У вас обязательно все получится!